Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается Glowlung под названием Diane Javel. Внешне она похожа на какой-то странный многогранник, но по факту является усеченной версией октаэдра CTO. Не стоит путать с другим внешне похожим многогранником, под названием Cube Gortensia или усеченный FTO. Разница в том, что у версии от компании Diane вращаются уголки, серые грани, здесь должен быть угол, и угол этот вращается. А у версии от компании Lanlan либо других производителей вращаются грани. Здесь вот на золотых наклейках должны были быть уголки, но вращение происходит не вокруг них, а вращается вся грань. Это усеченный FTO, это усеченный CTO. Внешне похожи, но собираются совершенно по-разному. Так выглядит оригинальный CTO. Мы видим некое сходство. Все те же самые элементы, но вот здесь вот на серых гранях не хватает уголков. Несмотря на отсутствие некоторых элементов, Diane Javel собирается точно так же, как CTO. Если вы умеете собирать полноценный октаэдр, то и эта головоломка не составит вам труда. Попробуйте собрать ее самостоятельно. Для всех остальных я подробно расскажу все этапы сборки. Как и полноценный октаэдр, Diane Javel собирается аналогично классической пирамидке. Единственное, нет вот этих уголков, а значит и собирать их не придется. Такие же есть двухцветные ребра, здесь зелено-красные, здесь зелено-желтые, а остальное все центральные элементы. Или можно называть их углами. Мы видим вот эту серую наклейку и вокруг нее четыре треугольных наклейки. Это не разные элементы, это один крупный элемент с пятью наклейками. Получается всего два типа элементов. Вот такие большие углы или центры и вот такие двухцветные ребра. Напомню начало сборки классической пирамидки. Сначала нужно довернуть тривиальные уголки, чтобы они совпадали с центрами. Их здесь четыре. Делается интуитивно. Далее мы находим три угла одного цвета. Допустим красного. Один, второй, здесь нет. Вот третий. Располагаем их вверх и поворачиваем все элементы красным цветом на одну грань. Получаем звезду. Опускаем звезду вниз и начинаем собирать ребра первого слоя. Здесь не хватает трех ребер и у каждого должен быть красный цвет. Находим ребра с красным цветом. Вот зелено-красные. Совмещаем цвет, который не красный, с вот этим элементом. С центром. Зеленый-зеленым совпадает. Далее, если элемент слева, то мы поднимаем угол справа, вставляем сюда элемент и опускаем. Получается ребро на месте. Ищем следующий с красным цветом. Вот сине-красное ребро. Подворачиваем нижний слой, так чтобы у нас синий синим совпадал. Теперь у нас получилось, что сине-красное ребро находится справа. Значит мы поднимаем слева, вставляем ребро и опускаем. То есть три зеркальных движения. Помимо таких действий можно использовать комбинацию под названием пиф-паф. Для этого мы находим ребро с красным цветом. Желто-красное. Ставим перед собой место, где оно должно находиться. Ну здесь уже занято. Здесь занято. Вот. Желтые и красные элементы. А значит желто-красное ребро должно быть здесь. Располагаем пирамидку так, чтобы красный цвет был перед нами. То есть вот эти цвета не совпадают, но красный цвет, который снизу, смотрит на нас. И если ребро находится слева, то начинаем делать пиф-паф слева. Пиф-паф это четыре движения. Опускаем левый угол, опускаем правый угол. Поднимаем левый, поднимаем правый. И ребро становится на место. Если ребро оказалось справа, то мы начинаем делать пиф-паф справа. Красный цвет смотрит на нас. Здесь вместо этого ребра делаем пиф-паф. Опускаем справа, опускаем слева, поднимаем справа, поднимаем слева. И элемент становится на место. Иногда бывает, что элемент стоит на своем месте, но неправильно развернут. Чтобы выйти из этого положения, нужно его извлечь и вставить нужной стороной. Чтобы достать ребро, мы просто делаем любой пиф-паф. Допустим, правый. Ребро поднялось наверх и отсюда любым способом его ставим на место. Ну и здесь вот желтые цвета совпадают. Ребро слева поднимем, вставим, опустим. И первый слой собран. Дайан Джавел собирается аналогично. Грани здесь цветных восемь, еще шесть серых. Получается цветов больше, чем у пирамидки и присутствует цвет белый. С него я и рекомендую начать. Уголков тривиальных нет, собирать их не нужно, поэтому сразу находим три крупных элемента, у которых есть белая наклейка. Вот этот элемент, он единый с пятью наклейками. Нужно найти три таких с белым цветом. Это один, это второй и вот третий. Располагаем грань, на которой они находятся сверху, поворачиваем белыми наклейками вверх. Получается вот такая звезда. Ну пусть не совсем звезда. Нам достаточно и вот такой картины. Обращаем белую грань вниз и ищем ребра с белым цветом. Вот одно из них. Бело-серое. Но здесь должно стоять бело-оранжевое, поэтому это ребро нужно переместить. Здесь грань зеленая, здесь серая. Вращаем интуитивным движением, подвигаем поближе к своему месту. Отсюда можно сделать либо правый пиф-паф, либо повернуть вот так, чтобы серые цвета совпадали. Ребро слева. Значит поднимаем угол справа, вставляем, опускаем. И первое ребро на месте. Ищем дальше ребра с белым цветом. Вот бело-оранжевое. Его место вот здесь. Подворачиваем поближе. Оранжевые цвета совпадают. Ребро слева. Значит поднимаем угол справа, вставляем ребро, опускаем. Второе ребро тоже на месте. И вот здесь близко бело-зеленое. Его место вот здесь. Ему придется попутешествовать. Вращаем дальние уголки интуитивно. И вот теперь зеленые наклейки совпадают. Место здесь. Бело-зеленое ребро справа. Значит поднимаем слева, вставляем, опускаем. И вот белая грань готова. После сборки первой грани нужно собрать вторую, смешанную. Ну удобно сделать серую, но можно и любую другую. Здесь одно ребро уже на месте. Надо сделать так, чтобы была серая звезда. Здесь не хватает серого треугольника. Вращаем вот этот центр или угол. Получили серую звезду и не хватает еще двух серых ребер. Ищем их. Вот серо-красное. Здесь должно быть серо-синее. Значит вращаем свободные углы, чтобы не сломать собранные. Здесь красные цвета совпадают. Ребро справа. Ставим его вот сюда. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. То есть делаем то же самое, что и на первой грани. Смотрим сюда. Здесь должно быть серо-синее. А вот оно как раз рядом. Можно либо отсюда сделать правый пиф-паф. Это встанет на место. Либо совместить синие цвета. Ребро будет находиться слева. Поднимаем справа. Вставляем. Опускаем. Получилось, что у нас две грани собраны. Белая и серая. Дальше голову нужно взять так, чтобы вот этот серый квадрат, рядом с которым мы собрали белую и серую грани, оказался снизу. А белая и серая грани перед нами, но в нижней части головоломки. После чего мы разворачиваем ее на 180 градусов и смотрим вот на это ребро. здесь первым делом нужно сделать так, чтобы вот эти элементы совпадали по цветам. То есть была синяя звезда и оранжевая звезда. Сейчас она сама собралась, но обычно будет какая-то вот такая ситуация. То есть нам отсюда нужно довернуть, чтобы центры совпадали по цветам. Вот так. После чего нужно на это место поставить сине-оранжевое ребро. Если его здесь нет, мы ищем его на верхней части головоломки. Сине-оранжевое. Оно может где-то быть вот здесь. Сине-оранжевое. Вот оно. Место его здесь мы перехватываем немножко вот так, чтобы вот эти вот серые квадраты были по бокам. И сине-оранжевое ребро располагаем вот здесь вот слева. После чего место вот это вращением этого угла подводим поближе. Вот сюда. И смотрим на вот эти цвета. Если они не совпадают, то мы просто делаем левый пив-паф и элемент встанет рядом с этим углом. Опускаем слева. Опускаем справа. Поднимаем слева. Поднимаем справа. Мы видим, что вот эти элементы стоят уже хорошо. И можно вот это движение было последнему не делать, а просто оставить вот здесь. Если при том же положении нужно ребро слева, а место вот здесь, которое мы повернули вот отсюда. Вот эти цвета совпадают. То мы можем просто еще раз повернуть вот этот правый уголок. Вставить сюда ребро и вернуть его на место. Элементы по цветам совпадают. И возвращаем на исходное положение. Можно делать любыми другими способами. Интуитивно. Главное, чтобы вот это ребро стало вот сюда. Также возможен случай, что когда у нас уже белые и серые грани собраны, вот это сине-оранжевое ребро стоит на месте, но развернуто не той стороной. В этом случае мы делаем примерно то же самое. Перехватываем в такое положение. Вот наше ребро. Двойным движением поднимаем его наверх. Отводим налево, куда и раньше. А правый уголок на одно движение возвращаем назад. Мы видим ситуацию, когда цвета не совпадают, значит нужно сделать левый пиф-паф. Слева, справа, слева. Ну, можем поднять, а можем и на месте оставить, так как стоит уже все правильно. После этого нам остается на среднем слое, то есть у нас вот нижний, потом средний и верхний. На среднем слое остается брать всего два ребра, потому что задние, белые и серые уже стоят на местах. А собираем эти два оставших ребра точно так же, как и на первой грани. Здесь должно быть сине-желтое. Если оно не на месте, ищем его сверху. Сверху его нет. Оно оказалось здесь. Чтобы достать его отсюда, мы можем либо поставить на его место правильное ребро, либо просто сделать пиф-паф и с этим разбираться потом. Всегда выгоднее поставить правильное ребро на место того, которое нужно достать. Здесь должно быть оранжево-розовое. Ищем его. Вот оно. Совмещаем розовые цвета. Ребро справа. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Ребро на месте. Переходим сюда. Здесь должно быть сине-желтое. Оно здесь. Можно либо левый пиф-паф сделать, либо довернуть до такого положения. Желтые цвета совпадают. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Остается собрать только верхний слой, как на классической пирамидке. Но главное сначала довернуть верхний угол, чтобы цвета центров совпадали. Вот три желтых центральных наклейки. А дальше будем переставлять ребра. Для перестановки ребер нам потребуется алгоритм из кубика 3х3. Он называется рыбка. Делается следующим образом. Поворачиваем правую грань от себя, верхнюю по часовой. Правую грань на себя, верхнюю по часовой. Правую грань от себя, верхнюю грань поворачиваем два раза. И правую грань на себя. Этот алгоритм будем называть правой рыбкой. Можно еще делать зеркально левую. Для этого мы сначала поднимаем левую грань от себя, вверх вращаем против часовой. Левую грань на себя, вверх в ту же сторону. Левую грань опять от себя, вверх два раза. И левую грань на себя. Внимательно посмотрим на ребра верхнего слоя. Желто-розовое стоит на зелено-розовом месте, то есть не на своем. Зелено-розовое на розово-желтом, тоже не на своем. Также зелено-красное на красно-желтом и красно-желтое на зелено-красном месте. Получаем, что все ребра не на своих местах. А значит мы можем сделать любой алгоритм, чтобы ситуация поменялась. Я сделаю правую рыбку. Правая грань будет вот эта, верхняя вот эта. Поднимаем правую грань от себя, вверх по часовой. Правая на себя, вверх по часовой. Правая от себя, вверх два раза в любую сторону. Правая на себя. Смотрим, что получилось. Зелено-розовое стало на свое место. Оно могло стать и в развернутом положении, это было бы сейчас не так важно. Но если ребро на месте, берем его к себе поближе. Располагаем для начала слева и проверяем, что вот это ребро при перемещении вот сюда встанет хорошо. Оно желто-красное и здесь желто-красное место. Если вот такая перестановка приносит пользу, значит после правой рыбки все ребра будут на своих местах. Выполняем алгоритм еще раз. Правая от себя, вверх по часовой. Правая на себя, вверх по часовой. Правая от себя, вверх два раза. Правая на себя. Видим, что вот эти ребра стоят хорошо, а эти хоть и развернуты, но на своих местах. Если в похожей ситуации, когда правильное ребро находится слева, перестановка отсюда-сюда пользы не приносит, то нужно делать алгоритм зеркально. Видим розово-желтое, если встанет сюда, оно будет на красно-желтом месте. Эта перестановка бесполезна. Перехватываем так, чтобы правильное ребро стояло справа. Оно может быть развернуто или стоять так, как сейчас. И проверяем, что перестановка вот этого ребра сюда принесет пользу. Красно-желтое на красно-желтое место. Все хорошо, значит все ребра встанут на места. Делаем левую рыбку. Вращаем левую грань от себя вверх против часовой. На себя опять против часовой. От себя вверх два раза на себя. Все ребра на своих местах, но некоторые развернуты. Для разворота ребер на верхнем слое мы будем использовать алгоритм из классической пирамидки, который разворачивает два ребра на передней грани. Движения следующие. Мы делаем сначала правый пиф-паф. Опускаем справа, опускаем слева, поднимаем справа, поднимаем слева. Потом отводим вот это ребро назад. Поднимаем левый угол, вставляем сюда вот это ребро и опускаем левый угол. Два ребра разворачиваются. Если сделаем еще раз, они развернутся вновь. Опускаем справа, слева, поднимаем, поднимаем. Верхнюю грань по часовой. Поднимаем слева. Верхняя против часовой. Опускаем слева. И вот они снова развернуты. Аналогичная ситуация на усеченном октаэдре. Все собрано. А вот эти два ребра нужно развернуть. Вращать будем вот этот правый уголок и вот этот левый. Делаем правый пиф-паф. Верхняя грань по часовой. Поднимаем слева. Возвращаем верхнюю грань. Опускаем слева. И dnjvl собран. Могут быть развернуты все четыре верхних ребра. В этом случае делаем алгоритм дважды. Сначала разворачиваем передние два. Делаем правый пиф-паф. Верх по часовой. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. Делаем правый пиф-паф. Верх по часовой. Поднимаем. Возвращаем верхнюю грань. Вставляя ребро. И опускаем. И все собрано. И третья возможность ситуация, когда нужно развернуть два ребра. Но они находятся не рядом, а по диагонали. Для этого нам потребуется сделать дополнительные движения. Которые мы вот это ребро переставим вот сюда. А именно. Мы вращаем задний правый угол. Вот так. Ребро оказалось здесь. И отсюда переставляем его вот сюда. Теперь два ребра на передней грани. Делаем тот же самый алгоритм. Правый пиф-паф. Вверх по часовой. Поднимаем слева. Возвращаем вверх. Опускаем слева. И отменяем движения, которые делали перед алгоритмом. А именно. Поднимаем правый угол. И поднимаем правый задний. Все собрано. Покажу пример сборки для закрепления. Ищем три белых центра. Один. Это ребра. Это неон. Вот белый. И нужно еще третий. Вот три. Располагаем их сверху. Подворачиваем белые наклейки на верхнюю грань. Так. Получаем белую звезду. Ищем белые ребра. Видим, что одно здесь. Бело-оранжевое стоит на месте, но перевернутое. Делаем пиф-паф, чтобы его извлечь. И здесь теперь цвета совпадают. Обычным способом ставим на место. Дальше. Бело-серое попалось. Передвигаем его поближе к своему месту. Цвета совпадают. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. И нужно еще одно. Бело-зеленое. Находится здесь. Для разнообразия давайте при помощи пиф-пафа. Белый цвет на нас. Место здесь. Пиф-паф слева. После белой грани. Сбираем серую. Сначала доворачиваем центр. Сюда нужно серо-красное ребро. Не вижу. Вот. Ближе оказалось серо-синее. Давайте его сначала поставим сюда. Можно подвернуть на это место. Цвета совпадают. Поднимаем справа. Вставляем. Опускаем. А вот и красно-серое нашлось. Ведем его ближе. Еще ближе. Цвета совпадают. Поднимаем справа. Вставляем. Опускаем. Серая грань. Белая грань. Перед собой. Снизу квадрат. Разворачиваем вот так. Смотрим вот на это ребро. Здесь сначала доворачиваем. Проверяем, что здесь элемента на месте нет. Перехватываем в такое положение. Оно должно быть сине-оранжевое. Ищем сине-оранжевое сверху. Здесь оно не находится. Оно оказалось вот здесь. Перемещаем на свое место. Но при этом восстанавливаем вот это положение. Расположили сине-оранжевое слева. А его место нужно подвести вот сюда. Подводим. Цвета разные. Поэтому можно сделать левый пих-паф. Слева, справа, слева, справа. Ну, последнее движение можно было не делать. Возвращаем. Все на месте. Остается два ребра. Это и это. Ищем синее. Нашлось. Цвета совпадают. Слева поднимаем. Вставляем. Опускаем. Дальше. Здесь розово-красное. Стоит удобно. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. Ну, здесь уже цвета совпали. Было бы не так, мы бы довернули. Смотрим на ребра. Здесь, ну, ни одно на месте не стоит. Значит, делаем любой алгоритм. Я сделаю правую рыбку. Поднимаем. Вверх по часовой. Опускаем. Вверх по часовой. Поднимаем. Вверх. Два раза. Опускаем. Смотрим, что произошло. А желто-красное встало на место. Располагаем перед собой слева. Проверяем. Вот это ребро. Переместив сюда, станет хорошо. Значит, сделаем еще одну правую рыбку. Поднимаем. По часовой. Опускаем. По часовой. Поднимаем. Два раза. Опускаем. Все ребра на местах. Два нужно развернуть. Ну, а не по диагонали. Одно берем слева. Второе отсюда. Перемещаем. На переднюю грань. Делаем. Пиф-паф. Вверх. По часовой. Поднимаем слева. Возвращаем вверх. Опускаем слева. Не отменяем дополнительные входы. Этот. И этот. И все собрано. В итоге, это не очень сложная головоломка на базе обычной пирамидки, которую можно, конечно, собирать на скорость. Но для этого лучше выбрать полноценный октаэдр, который собирать на скорость удобнее. Собирать можно и другими способами. Делается это вполне интуитивно. Но порядок, в котором я показал сборку элементов, мне показался наиболее оптимальным. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.